В Ржеве накануне состоялся премьерный показ одноименного фильма. Киноленту, основанную на реальных событиях 1942 года, первыми увидели ветераны войны и труда, а также жители города, под стенами которого развернулась одна из самых кровопролитных битв Великой Отечественной. Роман Быков тоже оценил новинку проката и пообщался со съемочной группой, а также простыми зрителями. Ржевская битва всегда была много популярной у отечественных историков, а тем более у кинематографистов. И ничего там удивительного нет. Огромные, зачастую необоснованные потери. Далеко не такой яркий видимый эффект, как после Сталинграда или Курска. Но здесь, в Оржееве, никогда не забывали про события этих лет. И не будет никаким преувеличением сказать, что выхода такого фильма здесь ждали все те 76 лет, что прошли с момента окончания Оржевской битвы. Неудивительно, что фойе кинотеатра «Октябрь» в этот вечер было переполнено. Премьера прошла сразу в трех залах. Появление такой масштабной картины про Оржевскую битву является, по сути, восстановлением исторической справедливости, отмечает губернатор Игорь Руденя. Все понимают, что Ржев был незаслуженно забыт. И я думаю, что для города Ржева такое вот аккуратное и на самом деле очень корректное восстановление исторических событий имеет очень важное значение. На премьеру в город специально приехали и члены съемочной группы. Перед началом показа они пообщались как со зрителями, так и с журналистами, ответив на многочисленные вопросы. В частности, что не стоит ждать от картины эпического полотна в духе Юрия Озерова о всей Ржевской битве. Это история не о всей Ржевской битве. Это концентрация внимания нашего на одном, на 24-х часах жизни роты в захваченной деревне со всеми подробностями, тяготными решениями героизма. Как известно, за основу взяли повесть «Искупить кровью», написанную Вячеславом Кондратьевым, участником того самого боя за Овсянникова. После взятия села от роты советских солдат осталась только треть. Но из штаба поступает приказ удержаться любой ценой. Так и рассказывают авторы о сюжете картины, которую снимали в крайне непростых условиях. У нас же один событийный день, а снимали мы 40 дней, поэтому у нас был и вот теперь, и вручную мы кидали снег, мы не использовали искусственный снег. То есть вручную закидывали крыши и обратно воспроизводили все то, что было в предыдущий день. Особо стоит отметить, что фильм снимался под Петербургом. При этом кинематографисты пять раз приезжали именно к деревне Овсянниково Ржевского района. Однако в итоге отказались от работы непосредственно на месте боев. Среди причин – невозможность размещения всего персонала, а это до 600 человек, включая массовку. Во-вторых, серьезные ограничения по работе пиротехников. А тут Минобороны согласились предоставить военный полигон с символичным названием. Было принято решение, что мы строим это все на Ржевском полигоне под Петербургом, где мы построили полностью деревню и вырыли окопы и могли взрывать все, что мы могли. Это большая удаленность населенных пунктов. На презентацию приехали и исполнители главных ролей. Среди них Дан Розин, который сыграл вчерашнего московского школьника Витя Сомова. Это собирательный образ тех мальчишек, которые шли за родину, которые защитили нашу страну. Мальчишки, которые вброшены в мясорубку, и совершенно не было понятно, как быть. Все взрывается вокруг, гибнут твои однополчане, твои такие же мальчишки. Без всякого преувеличения премьера прошла на ура. Люди смотрели картину до самых последних титров, которые плыли по экрану под аплодисменты. Неудивительно, что выходя из зала, зрители выражали полный восторг. Как молодежь, так и ветераны. Очень сильно. Солнит. Вообще тяжело. Мне очень понравилось. Отличный кадровый офицер. Есть что было посмотреть. Сам здесь был так действительно. Все было, все. А сам в деле так и было. Похоже, да. Действительно. Такое было. Такое было и такое настало. Да. Вся страна, в том числе и зрители кинотеатров в других городах Верхней Волжи, смогут увидеть военную драму «Ржев» 5 декабря. Именно в этот день, в 78-ю годовщину начала контрнаступления в битве за Москву, и состоится всероссийская премьера. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...